Это будет в духе, о боже мой, если тебе не хватает сил, это значит, что твоя микрофлора загажена глистами и паразитами, и тебе понадобится чистка с помощью эвкалиптово-лимонной клизмы с солью. Если у тебя плохое настроение, это тоже паразиты, и опять нужна чистка с помощью клизмы. Если тебя тянет на варенку, это опять же твоя патогенная микрофлора тебя убивает, выращивай сибиротную микрофлору, сядь на голодание, попитайся только соками, чистки, кризлы, прыщи, кровавый понос, это все кризы, это все пройдет. И насчет клизмы с эвкалиптовым маслом, лимонным соком и морской солью, я не врала, реально есть такой рецепт, в общем, там что-то 10 дней, что ли, нужно его делать. В общем, типа, с утра дотощать лимонный сок, вечером пить лимонный сок, и типа, делать клизму с эвкалиптовым маслом и с лимонным соком, и типа, реально у тебя выйдут все паразиты. Утром у меня вышла черепаха. На, посмотри. Вышла черепаха. На, посмотри. Да уж, вы только что услышали, что может быть на форумах такого типа, где тебе дают советы, в том числе какие-то медицинские, и при этом не пишут, нигде нету этого дисклеймера или памятки о том, что все советы, которые на этом форуме вы можете прочитать и услышать, не являются медицинскими и даже не представляют альтернативы медицине. То есть, всегда обращайтесь к специалисту. Вот такой простой дисклеймер может разбудить человека, который из-за своей проблемы уже настолько погрузился в нее, да, или в ее симптомы, или лучше сказать в компьютер, в интернет, что он уже потерял нить, да, объективности и пошел по реально чьим-то чужим опытам и совершенно каким-то странным советам, которые даже не учитывают индивидуальные особенности и, да, совершенно не объективны. И вот такой дисклеймер может реально разбудить человека, ага, что-то там было, какие-то специалисты, давай-ка я лучше наберу там справочную, спрошу так-то, так-то, там, не знаю, кто уролог, проктолог, там, хрен знает, гастроэнтеролог, разбираться с моей проблемой. Вот я лучше схожу к нему или запишусь к нему на очередь. И, да, другой вопрос, можно ли найти именно локально какого-нибудь квалифицированного, компетентного специалиста, это уже совершенно другой вопрос. Однако, если вы начнете этот путь, в том числе в Германии, очень сложно найти того немецкого врача, который тот, вот, хороший. В нескольких знакомых было то, что врачи реально гробили, да, ну, судьбу, не знаю, как сказать, ногу гробили, это точно. То есть операция не нужна была, а прописывали рубить, да, не ногу рубить, а, ну, что за там связки прооперировать или что-то такое. Но в любом случае, потом всю жизнь проблемы, а в итоге, когда ты пошел уже к другому врачу с осложнениями после операции, он сказал, какого хрена вообще делали операцию, она не была нужна. Вот, но этот путь определенно стоит проходить, даже в таких банальных ситуациях, где у тебя есть страховка, да, то есть ты не шел по советам из какого-то форума, где ты никого не сможешь сделать ответственным за то, что с тобой в итоге произошло. А вот, если ты получил прописание от врача, черным по белому, то здесь уже имеется ответственный человек, ответственный за ваше здоровье, доктор получается. Конечно же, не стоит понимать растительную диету, как вот это гарант здоровья, и если я вот перешел на растительное питание, вот прям я должен опылать здоровьем. На самом деле, в растительное питание можно, да, можно всю дорогу есть чипсы, там, попивать колу или что-то такое. Водка, кстати, тоже растительная, и да, как бы не стоит ожидать от этого здоровья. Веган, конечно, или виган, means love, но это не значит, что нужно отключать голову. И да, по этим форумам, еще раз, я так же не хочу называть этих людей, которые что-то там советуют из своего опыта и так далее, плохими. Они всего лишь, да, делятся опытом, но в той или иной форме. Можно агрессивно очень как-то настаивать на своем опыте и советах. Можно просто поделиться и сказать, вот у меня было так, такие-то симптомы, и то-то я ел, такой-то рацион, так-то я спал, там, не знаю, вот столько я пил и так далее. То есть, сделать совет более объективным. Для чего вообще доктор? Как бы вот в аптеке люди знают очень хорошо, очень-очень хорошо, для чего какое-то лекарство предназначено. Доктор по лекарствам не особо понимает, какое лекарство прописать в определенной ситуации. Это я, в этом я убедился в Германии. Все прописывают ибупрофен, не важно, что у тебя. Но что доктор хорошо делает, это может диагностицировать проблему. Если у тебя, не знаю, насморк типичный, то тут диагностицировать особо нечего. Но вот у меня была, например, аллергия, и, да, ее четко продиагностицировали, выписали что-то там с кортизоном аж. Это я потом узнал, что куркума гораздо сильнее, чем кортизон, и, да, техника дыхания бутейка и так далее. В итоге, личные опыты в интернете, это хорошо, но ты доверяй, но проверяй. Причем, доверяй, наверное, не самое верное здесь слово, лучше понимай, какая подоплека у человека, который делает тот или иной совет. То есть тут реально бывают разные случаи, может, человек просто не уверен в себе, поэтому хочет вот самоутвердиться за счет того, что он советует типа стопроцентные вещи, а человек, который говорит, что это все херня, он ни хрена не понимает, он ничего не знает и так далее. Да, таких нужно сторониться, ну или, по крайней мере, выудить из них максимальное количество информации, объективной для вас. То есть реально спросить, что ты ел, что ты там, что ты как ты, покажи мне свою страву, там, что ты делаешь вообще, а не какие-то левые советы, которые не базируются на фактах. В итоге, на моем канале вы можете найти качественную информацию, качественно выисканную, в том числе проверенную на личном опыте, и либо эта информация вам подойдет, либо нет. Мне как бы все равно, я здесь не для того, чтобы находить друзей или говорить то, что от меня ожидают. Я всего лишь медиум от информации к своему зрителю, делаю этой информацией потребный вид, привожу ее в легко усвояемое состояние, чтобы тот или иной смог ее употребить или нет. И да, мне будет интересно, если вы поделитесь опытом общения или на форумах, или наблюдения на форумах вот этих, где советуют всякие гуру. Самые интересные моменты, пожалуйста, в комментариях, кто хочет. Я в том числе был на форуме одной из самых больших групп на ВКонтакте, в Фортерианте она как-то называется, и там вот был вопрос по здоровью. И вот, в принципе, так же, как и про велосипеды, меня спрашивают, Давид, а вот этот велосипед нормальный? И ссылка. Для кого? Для каких целей? Где? Зачем? Почему? Как бы немножко больше информации. Но это фигня. Вот по здоровью спрашивают люди тоже в такой форме. Что делать, если там, не знаю, выпадают ногти, там, не знаю, волосы и так далее. Не знаю, такие советы, такие проблемы, симптомы. И никакой информации абсолютно. Но смотришь комментарии, ни один человек не спрашивает, расскажи немножко больше о себе. Пункт, точка, все. Я никакого совета не сделаю, пока не узнаю, что этот человек из себя представляет. Как можно советовать, да? Но запросто из 41 комментариев, которые я там просмотрел, там штук 20-15 было голодать. Да, и здесь вот сразу то просто советуют в путь, чисто в путь. Неизвестно кому, неизвестно зачем. Это для меня 100% членовредительства. Не то, что вот эти люди, которые советы отдают, они тоже. Но те, кто разрешает такие вопросы. То есть реально никакой, это для меня ноль модерации. Это окей, да? Ну, вот так, наверное, не знаю. Ноль модерации. Советы даются без того, чтобы вообще узнать человека. Как бы у нас в Германии сейчас вот ввели по интернету, тебя могут диагностицировать. Ну, понятно, что из тебя насморк, там, то тебе реально нужно просто эту бумажку, которая освобождает тебя от работы, школы и так далее. Вот, как бы здесь и то на тебя смотрит профессионал через хорошую веб-камеру и, да, что-то там диагностицирует. Я это все равно не поддерживаю. На камеру я могу себя так изукрасить. То есть то, что можно будет и на неделю, и на две выписать больничный. Но вот там хотя бы доктора сидят. Серьезно. В общем, спасибо за внимание. Надеюсь, эта тема также важна для вас, потому что мне она важна, так как я не хочу, чтобы мой зритель ввелся на какие-то советы без какой-то объективности, компетенции. То есть когда человек просто советует в путь. То есть у меня там болит глаз. А, ты пробовал там голодать. What the fuck? До-до.